всем привет меня зовут любого на моем канале о вязании сегодня мы вяжем корзинку из джута вязать я буду джутом в два сложения я использовала пряжу джут халва от пряжа центр все ссылки на магазин где покупала пряжу я оставлю в описании к этому видео вяжу в два сложения крючком 4 миллиметра при необходимости вы можете воспользоваться крючком 3 миллиметра либо тот крючок который у вас есть вам обязательно понадобятся ножницы и сантиметровая лента и также я еще использовала текстильный клей но это не обязательно я в видео покажу для чего я его использовал и так давайте приступим к вязанию корзинки у меня уже связано донышко столбиками без накидом по кругу здесь у меня 7 рядов и как вязать такой ровный круг у меня есть отдельное видео я оставлю ссылку в правом верхнем углу и в описании к этому видео посмотрите как его вязать я рассказываю как сделать прибавление так чтобы круг был идеально ровный и так уводим последнюю петлю на изнаночную сторону под следующую косичку у нас края идет я вставляю крючок с изнаночной стороны на лицевую сторону захватываю рабочую петлю и увожу ее на изнаночную сторону все мы сделали завершение ряда вот таким образом то есть практически вот этот переход он не будет заметен если у вас есть желание можно отрезать нить и сделать незаметное завершение ряда я не буду этого делать в джутовых корзинках все вот эти вот переходы они незаметны вяжем первый подготовительный ряд вязать мы будем вот за вот эти перемычки с изнаночной стороны которые располагаются сразу за косичкой которая находится с края вот косичка вот они изнаночные перемычки и провязываем столбик без накида по окружности всего круга мы вяжем целый ряд столбиками без накида сильно туго не нужно вязать вяжем за перемычки которые располагаются с изнаночной стороны и так встречаемся вот в этом месте посмотрите как я соединяю джутовые нити вот у меня нити две ниточки беру крючок нитки я соединяю текстильным клеем он бывает разных производителей у меня бизон и так берем небольшую капельку клея капаем на кончик нити вот эта капелька даже еще великовато для склеивания можно намного меньше взять капельку накладываем вторую джутовую нить и прокатываем между пальцами все прокатали и даем немного подсохнуть вот этому месту скрепления и точно также присоединяем вторую нить вот небольшая капелька накладываем вторую нить и прокатываем между пальцами достаточно прижимая нити вот видите хорошее скрепление вот так выглядят склейки вот одна вот вторая немного ждем минут пять дольше можно не ждать главное в этом месте слишком не тянуть при вязании и так я продолжаю вязать и еще если вам сложно зацеплять столбики за изнаночные перемычки можно взять для вязания вот этого первого подготовительного ряда крючок меньшего номера чтобы было удобнее вязать удобнее проталкивать крючок за вот эти перемычки все видите первое соединение клеевой я уже провязала вот оно второе соединение на изнаночной на лицевой стороне это соединение не будет заметным клей приобретет такой же цвет как и джут поэтому незаметно и даже до конца этот ряд я довязала первый ряд сейчас мы делаем незаметное завершение ряда соединяем столбики в ряд для этого под самую первую косичку начало ряда вот она вставляю крючок с изнаночной стороны на лицевую сторону захватываю вот эту рабочую петлю уводим ее на изнаночную сторону подтягиваем нить далее завожу под эту же косичку с лицевой стороны на изнаночную сторону крючок захватываю рабочую нить вытягиваю на лицевую сторону вставляю крючок в изнаночную петлю 2 петли на крючке и провязываю обе все первый столбик 2 ряда у нас провязан и сейчас я возвращаю крючок под вот эту перемычку которая у нас образовалась от выведения петли на изнаночную сторону то есть как бы делаю возвращая крючок на шаг назад вот так вставляю крючок захватываю рабочую нить провязываю готова сейчас вставляю крючок в следующий под следующий столбик под косичку не в центр нашего столбика а именно под косичку вот специально вот вставили вытянули петлю возвращаем крючок под уже провязанный столбик вот он вот он этот столбик вот он этот столбик вставляем крючок захватываем нить сейчас у нас три петли на крючке все три провязываем снова под следующий последующую косичку вытягиваем петлю не провязываем этот столбик возвращаем крючок под предыдущий столбик который мы уже провязывали вот он ставили захватили петлю вытянули ее слишком плотно этот узор вязать не нужно иначе он будет очень и очень плотный провязываем 3 петли на крючке и таким узором мы провязываем всю нашу корзинку либо вы можете таким узором связать примеру сумку все что угодно все что захотите и так вяжем до конца этого ряда и провязываем 3 петли на крючке возвращаемся этот узор можно вязать и ждут а в одну нить например если у вас есть джод более толстый нежели мой джод то можно вязать в одну нить ее будет вязать этот узор вязать будет легче потому что нить не будет расслаиваться все встречаемся в начале этого ряда покажу как будем соединять столбики в ряд практически довязала второй ряд до конца а сейчас мы оставляем крючок под вот эту вот перемычку которая у нас образовалась при уведении петли на изнаночную сторону вытягиваем петлю и возвращаем крючок на шаг назад вытягиваем длинную косую петлю так сорвалось и на шаг назад вытягиваем длинную петлю все и провязываем 3 петли на крючке все сейчас ряд у нас закончен вытягиваем рабочую петлю немного находим самую первую косичку вот она крайняя вставляем крючок с изнаночной стороны на лицевую захватываем рабочую нить уверена изнаночную сторону под эту же косичку мы сейчас вставляем крючок вытягиваем петлю вставляем крючок в изнаночную петлю и протягиваем провязываем 2 петли на крючке всем первый столбик с 3 ряда готов после провязывания каждого ряда нам нужно расправлять стенки вот так и начинаем вязать третий ряд первый столбик у нас провязан то есть это как бы вот она вытянутая петля далее вставляем крючок последующий столбик под косичку возвращаем крючок на шаг назад под первый столбик который у нас который мы провязывали самом начале ряда под него возвращаем крючок вытягиваем длинную косую петлю 3 петли провязываем и так мы вяжем из ряда в ряд возвращаем крючок вытягиваем петлю я провязала 7 рядов вот так красиво выглядит корзинка в стенке очень плотная и высота моих семи рядов составляет примерно 10 сантиметров примерно так ширина донышка где-то около 11 с половиной сантиметров и смотрите что предлагаю сделать и так красивый край корзинки получается достаточно ровно и аккуратно и хочу сделать обвязку обычными соединительными столбиками я оставляю крючок последнюю петлю то есть вот она рабочая петля и под самую первую косичку вот она начало ряда я оставляю крючок под первую косичку вытягиваем петлю рабочую очень тугое это место и провязываем соединительную петлю все и под каждую следующую косичку мы провязываем соединительный столбик под все остальные косички крючок входит свободно все обвязка закончена сейчас мы вытягиваем небольшой кончик отрезаем нить делаем незаметное завершение ряда и возвращаем вот этот кончик в исходную петлю оттуда туда вернее откуда эта нить вышла все сделали незаметное завершение ряда и вот такая корзинка у нас получилось стенки у корзинки очень плотные и вот этот кончик мы прячем с изнаночной стороны все наша корзинка готова вот так она выглядит с изнаночной стороны шов с изнаночной стороны достаточно тоже аккуратный сейчас желательно корзинку отпарить если у вас есть отпариватель то отпаривать или если его нет то можно хорошо прогладить утюгом с паром корзинка примет еще более красивый вид если это видео было для вас полезным не забывайте поставить лайк этому видео и если вы до сих пор не подписаны на мой канал не забывайте подписаться до встречи в новых видео пока